Друзья, всем привет! С вами я, Эдскрайбер. Сегодня мы посмотрим, какой телефон выбрать в 2019 году, а конкретно какой Meizu выбрать в 2019 году. Для этого мы разберем все линейки этой компании и посмотрим, на что можно конкретно обратить внимание. Но перед этим давайте поговорим немного о самой компании. История компании прочно связана с человеком по имени Хуан Сюджан, более известным под псевдонимом Джек Вонг. А название Meizu состоит из двух частей. Мэй, то есть человек, находящийся в тренде, интересующийся новыми технологиями, и Зу, группа людей. Фактически дословно Meizu можно перевести как группа гиков. Изначально в качестве основного направления деятельности были выбраны MP3-плееры, и лишь через несколько лет фокус сменился в сторону смартфонов. Итак, давайте начинать. Первая линейка под названием U. U. Здесь два телефона, U10 и U20. Отличаются они размерами. Продолжения этой линейки, скорее всего, не будет. Отмечу, что это очень стильные, интересные, красивые телефоны. И представляете, за эту цену, а они очень недорогие, у них стекло и сзади, и спереди. И это, кстати, очень круто. На данный момент я не советую брать эти телефоны, потому что они устарели, и, скорее всего, обновления на них приходить не будут. Но вот обратите внимание, как они выглядят. Да, выглядят они на самом деле достойно. Следующая линейка под названием M. Здесь представлены следующие телефоны. M5C, M5, M5S, M6. Это уже устаревшие телефончики. И новые телефоны M8C, M6T, M6S, M8 и UM8 Lite, которые были представлены совсем недавно. Обратите внимание, вот как выглядят некоторые из этих телефонов. А я обращу ваше внимание на Meizu M6T. Пробежимся сначала по характеристикам этого телефона. Экран 5,7 дюймов, 282 ppi, HD плюс разрешение. Видно, что не самый лучший экран, но отметим, что все-таки это бюджетная модель. Процессор здесь MTK6750, что не радует. Версия начинается от 2.16, в Antutu приблизительно выбирает около 40 тысяч баллов. Видеокамера 13 мегапикселей основная и 8 мегапикселей фронталочка. В первом случае апертура f2.2, во втором f2.0. Батарея на 3300 мАч. И, кстати, отметим, что это является плюсом для этого телефона. В основном на бюджетниках батареечка стоит на 3000 мАч, то есть немножечко меньше. Задняя панель M6T от Meizu имеет округленные края, выполнена она из поликарбоната. На ней расположился модуль с двумя камерами, светодиод, сканер отпечатков пальцев и немного ниже логотип самой компании. Весит девайс всего 145 грамм. И, кстати, отмечу, что лакокрасочное покрытие этого телефона, несмотря на его бюджетность, великолепное. Смотрятся эти цвета очень здорово, свежо и интересно. Компания Meizu представляет нам в бюджетном сегменте великолепные красивые телефоны. Радует тех, кто хочет сэкономить, но и выглядит при этом красиво. На нижней части есть порт microUSB, микрофон и решетки динамиков. На противоположной стороне имеется 3,5 мм джек. Ну и, как я уже отмечал, выглядит он стильно красиво. Наверное, один из самых красивых телефонов за небольшие деньги. Еще один телефон, на который я хотел обратить ваше внимание, который тоже достоин, это Meizu M6S. По характеристикам здесь экран 5,7 дюймов, 282 ppi, HD+, разрешение, IPS-матрица. Все, по сути, то же самое, что и в предыдущем телефоне, но процессор от компании Exynos. Когда компания Meizu начинала свой путь, она использовала процессор от Samsung и сейчас возвратилась к этому. Exynos 78-72, версия начинается от 3.32, в Antutu около 90 тысяч баллов набивает. Основная камера на 16 мегапикселей, апертура f2.0 великолепна и фронталочка на 8 мегапикселей f2.0. Батареи 3000 мАч и ценник этого телефона около 200 долларов. Сканер отпечатков пальцев перенесли на левую грань и хотя визуально он стал меньше, скорость разблокировки не изменилась. А по-прежнему достаточно легкого касания сканера и ваш телефончик разблокировался. Это самое большое отличие этого телефона от других. И надо сказать, что это действительно очень интересное, удобное и свое решение, которое сделала компания Meizu. Я всегда за инновации, за что-то новое и это отлично. На нижнем торце расположились порт microUSB, миниджек для наушников, отверстие микрофона и сеточка внешнего динамика. А на верхнем второй микрофон. На Али этот телефон стоит примерно 200 долларов или около 13 тысяч рублей. Друзья, если вы покупаете на Алиэкспресс и так далее, вы конечно пользуетесь кэшбэком. Скорее всего, если не пользуетесь, то я вас приглашаю им пользоваться. Один из самых интересных кэшбэков, который мне понравился, это SmartySale. В первую очередь, что меня привлекло в этом кэшбэке, там очень много магазинов. На самом деле, больше тысячи магазинов и это очень круто. Конечно же, есть нами любимые Алиэкспресс, ГРБС, Бангут и так далее. Причем, если ты идешь покупать вещи, тут есть Nike, есть Austin, Sportmaster и так далее. То есть, мы привыкли покупать без кэшбэка, но и шмотки же тоже денег стоят. Поэтому надо делать и на этом кэшбэк. И SmartySale предоставляет такую возможность. Поэтому им очень удобно пользоваться и делать кэшбэк буквально с любой покупки. А это, друзья, очень и очень круто. Причем, высокий кэшбэк почти что в большинстве магазинов, которые представлены в его каталоге. Все ссылочки, друзья, в описании. Переходи и регистрируйся, потому что многие уже зарегистрировались. Я, допустим, с женой тоже зарегистрировался. Делаю покупки не только на Алиэкспресс, но и в других интернет-магазинах. И начинаю уже экономить. Поэтому, друзья, все ссылочки в описании. Следующая линейка, обозначим ее как Note. Телефон здесь M5 Note, M6 Note, Note 8. Новинка этого года. Хочется обратить ваше внимание на M6 Note. По характеристикам давайте пробежимся его. Экран 5,5 дюймов, Full HD разрешение, 401 ppi, IPS-матрица. То есть экран зачетный, великолепный и отличный. 625-й Snap здесь, который работает лучше любого современного MTK. Версия на 3,16 начинается. В Antutu около 75 тысяч баллов. Основная камера 12 Мп f1.9. Великолепная камера. И фронталочка на 16 Мп f2.0. 4000 мАч батареечка. Ну, о чем, друзья, еще можно мечтать? Великолепный телефон. Вы о нем, конечно же, очень много знаете. Многие имеют этот телефон. Отмечу, что здесь великолепная батарея, которая держит очень хорошо. И, конечно же, камеры. Это плюс самое большое достоинство этого телефона. Действительно, его великолепные камеры, которые снимают очень хорошо за свою цену. А на Алиэкспрессе сейчас он приблизительно 100 долларов стоит. Плюс кэшбэк туда-обратно. Вам еще вернется. Сколько денег. Поэтому, друзья, великолепные предложения на рынке. M6 Note. А, следующий телефон, который хотелось вам порекомендовать. Новинка этого года. Note 8. По характеристикам здесь 6 дюймов. То есть, действительно, очень большой телефон. Full HD+, разрешение 402 ppi. И это IPS-матрица. Здесь новый процессор. 632 дракон. По сути, это 625, но улучшенный. Версия начинается от 4.64. В Antutu 102 тысячи баллов. Основная камера 12 мегапикселей. F1.9. И фронталочка на 8 мегапикселей. F2.0. Батарея 3600 мАч. Кажется, что мало. Но, на самом деле, друзья, это отличная. Это хорошая батарея, потому что даже на современных айфонах батарея гораздо-гораздо меньше. И телефон этот стоит в районе 200 долларов или около 13 тысяч рублей. Meizu Note 8. Это доступный 6-дюймовый фаблет с характеристиками среднего уровня и достаточно продвинутой двойной камерой. При этом, немного странно, что производитель перестал использовать букву M перед цифрой модели в названии. Так как у предшественников, конечно, мы все к этому привыкли. Возможно, это намек на какую-то новизну и так далее. Но китайцы, в принципе, особо не понять. На Dragon 632, который почти нигде не используется. То есть, это очень редкий процессор. Разу отмечу, что в качестве порта используется microUSB. Дизайн спинки повторяет заднюю панель Meizu M8. То есть, наивинка выглядит, как увеличенная копия своего младшего собрата. Meizu Note 8 получил операционную систему Android 8.0 под управлением фирменного интерфейса Flyme OS. Или Flyme UI. Великолепный телефон, который подешевел очень хорошо. И на Global, если сейчас вы ее берете, то это одно из самых лучших предложений на рынке, как по мне. Следующая линейка. Обозначим ее как MX. И включим сюда все телефоны, которые Meizu намешали. И они непонятно, в какой они линейке находятся и так далее. MX-5, MX-6, E3 и X-8. X-8 можно сказать, что это предфлагманская модель. Хотя, конечно же, есть очередные минусы в качестве корпуса из пластика. Но, как говорится, с Pocophone все пережили. И с этим делом все тоже переживем. А, давайте пробежимся по характеристикам. Экран здесь 6,15 дюймов. То есть, очень большой. Full HD Plus разрешение. 395 ppi. IPS-матрица. Процессор здесь 710 Snapdragon. Это великолепно. Версия 4.64. В Antutu убивает около 164 тысяч баллов. Основная камера на 12 мегапикселей. Апертура F1.9. Фронталочка на 20 мегапикселей. F2.0. Батарея 3210 мАч. Телефон стоит приблизительно 300 долларов или около 19 тысяч рублей. На распродаже его можно было взять приблизительно за 250 долларов. И это было одно из самых лучших и выгодных предложений. А лозунг этого телефона. Первая монобровь случилась. Да, компания Meizu все-таки пошла на эту монобровь. Но обратите внимание, как она выглядит. Это действительно очень красивая, такая стильная, хорошая, правильная монобровь. Мощный, но не флагманский процессор. Много памяти. Серьезные камеры. В отличие от флагманов, сканер отпечатков в экран здесь не встраивался. Он расположен в традиционном месте на задней спинке аппарата. И 710 Dragon на глобалке за эти деньги. По сути, других телефонов таких нет. А, друзья, прежде чем мы продолжим, если вам нравится такой формат, подписывайтесь на канал. Ставьте лайк этому видео. Если нравится, ставьте дизлайк. Пишите комментарии, нажмите колокольчик, и все будет окей. А мы с вами продолжаем. Идем далее. И следующая линейка раньше называлась Pro. Но Meizu в этом году все перевернули с ног на голову. Поэтому просто флагманы. И здесь мы просто все их перечислим. Хотя не все здесь будут флагманы. Но, в общем, все в этой каше. Попытаемся мы разобраться. Pro 6, Pro 6+, Pro 7, Pro 7+. И новинки этого года. 15 Lite, 15, Meizu 15+, Meizu 16X и Meizu 16TH. Вот такая вот куча телефонов. А первый телефон, который, друзья, хотелось бы порекомендовать. Это оригинальная 7 Pro. По характеристикам. Здесь экран 5,2 дюйма. Full HD разрешение 424 ppi. Супер AMOLED, кстати, отмечу. Это тоже очень здорово. Центральный камень здесь Helio P25. Не такой мощный, как хотелось бы. Версия начинается на 4,64. В Antutu 67 тысяч баллов выбивает. Основная камера на 12 мегапикселей f2.0. Фронталка на 16 мегапикселей f2.0. И батарея на 3000 мАч. Может быть, не такая большая для флагмана. Но здесь супер AMOLED установлен. Он не так много кушает батареечку. Сейчас телефон можно взять приблизительно за 250 долларов. Это около 16 тысяч рублей. Плюс, минус, чуть меньше и так далее. Два экрана, друзья. Это, конечно, круто, интересно, неповторимо и очень оригинально. Хотя сейчас Nubia выпускает что-то похожее. Также не забываем про Utofon. USB Type-C. То есть, все, что присуще флагману. И за эти деньги, в принципе, телефончик окей. Очень оригинальный и интересный. Еще интересный телефон. Это Meizu 15. Как только он подешевеет до 250 долларов, 240 долларов, то это будет самый лучший звук за эти деньги, друзья. По характеристикам. Здесь экран 5,46 дюймов. Full HD разрешение 403 ppi. Супер AMOLED. Процессор 660-й Snap. Вы тоже уже его знаете. Это великолепный, хороший, мощный процессор. Версия начинает с 4,64. В Antutu около 134 тысяч баллов. Основная камера 12 мегапикселей. F1.8. Фронталочка на 20 мегапикселей. Великолепная. F2.0. И батарея 3000 мАч. Ценник сейчас около 300 долларов. По мне, так это завышенный ценник. Хотя телефон действительно стоящий и интересный. Но все-таки 300 долларов. Немножечко переплата. 250 будет самый зачет. Корпус Meizu 15 изготовлен из сплава хирургической стали алюминия. Другое дело, что корпус у Meizu 15 оказался на редкость миниатюрным. Не только по толщине, но и по габаритам в целом. По словам представителей компании, дисплей Super AMOLED специально для 15 серии был создан компанией Samsung. И он позволил уменьшить рамку смартфона почти до невидимых расстояний. Таким образом, не только увеличилась площадь экрана, но и сохранилась ширина смартфона удобные 72 мм. Очень интересно аудио возможности этого телефона, ведь Meizu 15 получил отдельный ЦАП с Iris Logic. Звук отличный, громкий, чистый, с отличной детализацией и с очень низкими частотами. Еще тут мощные стереодинамики, так что просмотр роликов на YouTube с качественным звуком это как раз таки про Meizu 15. Причем телефону хорошо удается воспроизводить весь частотный диапазон. Также в нем USB Type-C, ну и все остальные прелести. Ну и конечно можно рекомендовать Meizu 16X и Meizu 16TH. Это очень известный и популярный телефон на данный момент. Кстати, цены на Али сейчас упали, ссылочки можете уже посмотреть в описании. Также не забывайте пользоваться кэшбэком SmartySale. На мой взгляд, это самый красивый и интересный флагман на сегодня. Позиционирование Meizu 16TH совершенно четко. Это новый, мощный, красивый флагман компании. Да, в Китае еще есть плюс-версия, но за пределы страны эта версия не забиралась. Пока вы видите характеристики на своем экране, мы поговорим об этом телефоне. Оснащен топовыми сенсорами камер, которые создают картинку не хуже пиксель третьего. Экран выполнен по технологии Super AMOLED. Скажем спасибо компании Samsung за это. А внутри установлен не только мощный усилитель для двух стеев динамиков, но и цифроаналоговый преобразователь. Вообще, в целом, компания Meizu начиналась как создатель MP3 плееров. И главный вдохновитель этой компании всегда ратовал за великолепный, хороший, отличный звук. Поэтому, если вы хотите хороший звук, то это, в принципе, компания Meizu сейчас дает нам такие возможности. Итак, давайте взглянем на все линейки этой компании и проведем небольшой анализ. Если у вас совсем немного денег, то вам поможет бюджетная линейка M. Здесь вы найдете действительно хорошие, интересные, достойные телефоны. В обзоре я упомяну о них. А нужны большие телефоны с хорошими характеристиками, то это линейка Note. Если вам нужны предфлагманы или что-то в этом роде, это линейка MX. Я бы сюда включил телефон, Meizu 15 Lite еще добавил. Ну и топовые характеристики, топовые камеры и все это во флагманской линейке, конечно, друзья. А вот такой небольшой разборок линейки. Всем хорошего настроения, всем пока-пока.